Здарова, ребята! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моем основном аккаунте, и как вы уже успели понять по названию данного ролика, сегодня я вам продемонстрирую три действительно очень неплохие колоды, которыми при наличии рук, что немаловажно, вы сможете пройти испытания 20 побед. Друзья, сразу же хотелось бы сказать о том, что колоды, которые я вам сегодня продемонстрирую, не являются какими-то мега новыми. Их придумал далеко не я, и эти колоды, вероятнее всего, вы уже видели, а возможно и не видели, но они в любом случае сейчас являются метами, и многие, допустим, не понимают, как ими нужно играть. Так вот, это я сегодня вам и продемонстрирую, ребята, в очередной раз напомню про существование этих дек, и в целом покажу, как и против чего получается играть, как делать можно, как делать нельзя, короче, просто-напросто продемонстрирую три действительно неплохие деки. Ну и также, друзья, есть у меня к вам одно небольшое предложение, я бы мог вообще на язычах запилить вторую часть по данному, именно по данному испытанию, то есть показать вам, допустим, еще три очень неплохие мета-деки, и, собственно, для этого мне нужна ваша поддержка. Если мы, друзья, на этом видосике с вами сможем набрать 2000 лайков, то в ближайшем будущем, пока у нас испытание идет, я выпущу еще один ролик о именно колодах, которыми также можно будет проходить это испытание, и они будут, ну, как минимум, хотя бы немного отличаться от дек, которыми сегодня мы будем играть, и, собственно, давайте уже перейдем к ним, потому что, ну, слишком много болтовни. Первая, друзья, моя колода выглядит вот таким вот образом, это одна из моих, наверное, любимых дек в последнее время, потому что именно эта дека я и прошел испытание легендарного сундука дважды, поэтому дек, правда, очень крутая. Вторая наша колода, друзья, это у нас самый, что ни на есть простой, забейт на нем особо пока внимания заострять не будем, ну и третья колода, это вот такая вот довольно сейчас уже в последнее время действительно распространенная дека с хогом. Давайте, в принципе, начнем тогда с моей одной из любимых дек, в принципе, залетаем на это самое испытание, и погнали, друзья, я вам покажу, что к чему, как в целом должно все играться, восьмой левел, вы серьезно? Ладно, друзья, в принципе, не важно, а, как говорится, самое главное продемонстрировать, как оно все в целом играется, восьмой, не восьмой левел, это мы сейчас пос... Блин, ну братан, ну пятый коллектор, ну ты что, серьезно? Я, друзья, не специально против такого челика попал, но, как вы понимаете, тут нужно было сбрасывать молнию для того, чтобы загнать его по эликсиру вровень с нами, Но при этом, чтобы по ситуации он был в минусе, потому что, как вы понимаете, с помощью молнии мы еще и продамажили ему коллектор, вернее, коллектор мы вовсе срубили, а вышку вот как раз продамажили, что является очень приятной темой Не, пацаны, это, короче, как-то не серьезно, его будет выиграть слишком изи, но в любом случае, самое главное, чтобы вы сегодня уловили, а вообще, эти самые деки и примерно, ну хотя бы примерно поняли их самый смысл Вот этого вот я именно, друзья, и добиваюсь в этом самом видосике, поэтому если противники сегодня будут какие-то прям мега странные или какие-то прям, ну, вот слабенькие типа этого, то какого-то большого смысла переигрывать или перезаписывать я не вижу, разве что вот когда, допустим, челик сдается, то это да А вот сейчас вы сами все прекрасно видели, он пытался сделать действительно неплохой мув, мы его с вами отконтрили, что, в принципе, является нашей заслугой, прокачка карт у него в целом неплохая, единственное, что смущает, это пятый коллектор, ну и третий, третий именно палач, это такой себе, но в любом случае, другие-то карты у него как бы в порядке, не, братишка, я думаю, ты должен был понять то, что ставит сборщик тебе, ну, вообще, не стоит, потому что молнией мы его накрываем тебе, ну, прям вообще на язычах Поэтому, пока этот противник не понимает, мы с вами, друзья, продолжаем его забрасывать молниями, мало того, что рубим коллектор, так еще и дамажим вышки, идеально, я думаю, очень крут, как минимум Поэтому, друзья, мы сейчас с вами тогда уже будем готовиться к его, наверное, какому-нибудь заходу, возможно, даже финальному, да, вот, как видите, он что-то опять промышляет через своего палача То есть, видно, что, в целом, пацак понимает, как нужно играть, но что-то у него идет не так, третий голем, блин, я понял то, что это у нас дека одновременно и с палачом, и с големом, и с пламиком, опасно Так, друзья, мы тут с вами набросим молнию, чтобы у нас как можно дольше жил пекарь, потому что иначе его бы сплавили А вот тут, друзья мои, я думаю, что можно, в принципе, ситуативно сбросить молнию, получается здоровски, как по мне И, в целом, как вы сами, ребята, видите, мы одефались от его захода без каких-либо проблем и вопросов И, в целом, еще и даже переходим в, пускай не прям-таки мега уверенную, но все же коммон-контратаку, что немаловажно Так, друзья, я думаю, то, что даже есть тут смысл ее продолжить, поэтому именно этим я сейчас и занимаюсь Ой, братишка, я, конечно, понимаю, то, что ты сейчас хотел очень опасное движение там сделать Типа, нас капец как отконтрить своим пламеном, но не на вот такую же толпу юнитов-то выкидывать свое добро Ну и поэтому ты огребаешь благополучное Собственно, друзья, надеюсь, то, что вы поняли, как пример нужно играть этой колоды, уловили Я вам ее показал, и теперь давайте перейдем к следующему, именно к следующей деке, к следующей мете И, в принципе, также продемонстрирую, как у нас работает самое что ни на есть обыкновенное, обычный забейт, спеллбейт Называйте, ребята, как хотите Попробую также вам сегодня показать, именно для тех, кто не знал мувы с именно ракетой и бочкой Есть такое очень нехитрое с одной стороны движение, благодаря которому можно очень прикольно прятать, допустим, ну, сказать так, свою бочку под ракеты И зачастую противники это не видят, и получается, правда, очень здорово Кстати, друзья, начало у нас не особо хорошее, потому что мы немного с вами огребли от хога и бревна И по эликсюру не сказать, что вышли в какой-то там плюс, по-моему, даже и в минус с вами ушли Это прям, ну, такое себе Насколько я понимаю, противник у нас также играет с самым что ни на есть обычным спеллбейтом Но только с кабаном, что, в принципе, нормой является Ну и, друзья мои, да, так оно, короче, и есть Я вас понял, блин, интересно будет, смотрите Что, допустим, получится, когда встретились два спеллбейтера, два забейтера, сказать так, но С немного разными по своей структуре, наверное, так я скажу, колодами То есть вот это вот, как по мне, тема, правда, интересная Ну, смотрите, друзья, мы сейчас, в принципе, с вами отдефились, плюс-минус неплохо Единственное, что меня смущает, так это, ребята, то, что у челика получается, пускай, небольшой, но все же нам урон накидывает Короче, друзья, он только что потратил свое бревно, но, как мы с вами знаем, у него есть стрелы Это проблема, это, правда, для нас довольно большая проблема Поэтому, я думаю, то, что довольно неплохой идеей будет здесь его обманывать с нашей бочкой То есть банально сбрасывать ее вот таким вот образом И, как вы видите, чели купился, и поэтому мы сейчас будем с помощью наших гоблинов набрасывать очень-таки нехилый урон по его левой вышке И, собственно, друзья, как видите, да, наша обманочка сработала прекрасно, друзья, просто обалденный Урон залетел, а чели к нас разводить не собираются Ну и дурак А разводить надо братишка в таких случаях, когда уже понимаешь то, что в любом случае по тебе залетит бревно И получится для тебя, мягко говоря, все не особо хорошо Так, друзья, я, наверное, не буду Хотя, нет, давайте я рискну выдать дудку Потому что, если дудка забежит, то свой урон она выдаст А дудка, ребят, забегает И, в принципе, как мы с вами видим, по демиджу у нас тут с вами все очень круто После этого мы тогда добиваем прям сразу же ему вышку Особо-таки время не теряя И сейчас нашей основной задачей является, друзья, банально поймать вот этот вот его заходец В принципе, это несложно, как мне кажется Тут я еще и забацаю бревно И челик такой думает, ага, он только что потратил бревно, значит, могу сделать заход Хог плюс бочка Видите, он сейчас специально именно для этого и подчищает территорию То есть пытается убрать мою адскую башню Но, братишка, адская башня с помощью фаербола настолько просто не убирается Как тебе хотелось бы по этому соболезную, другань Другань, другань, ну, не Увы, ах, не получится так, дружище Прям вот, ну, хоть ты лопни, хоть ты трести, не получится Мы, друзья, набрасываем вот такое вот бревно, которое ложится просто мега офигенно Разбираем Хога, гоблинскую бочку и банду гоблинов, которая нам также немножко мешала И, в принципе, как вы, ребят, сами прекрасно понимаете Этот самый картыч затаскиваем Что приятно, потому что, ну, противник был, в принципе, неплохой Но, конечно, про такие вещи, как разводы, он, походу, не слышал А напрасно В общем, ребят показал Единственное, что они продемонстрировал, это фишку с бочкой ракеты Ну, да ладно, я думаю, то, что многие из вас ее видели Ну, и, друзья, тогда наша последняя, а именно заключающая колода Выглядит вот таким вот образом Давайте я вам также попробую продемонстрировать, как она себя ведет в боевых условиях Что вообще с ней можно делать, что делать с ней нельзя И как она вообще себя, так сказать, проявляет, работает, не работает там Ну, я думаю, вы меня прекрасно поняли Самой основной проблемой этой деки, наверное, будет Слушайте, да я даже не знаю, что будет Возможно, какой-нибудь забейт может брать, немножко-таки мешать Но, в любом случае, у забейтеров Самой главной проблемой для обычных людей является что? Верно, друзья Является именно фишка с этим Господи, с адской башней Но тут кабан, в принципе, в любом случае, друзья мои, должен проходить Я объясню, почему Потому что у нас есть такая вещь, как молния В нашей колоде А молния, друзья, это, правда, очень круто Так, смотрите, мы тут оттянули, чтобы прям по минимуму получить урон И сам, как вы сами, как вы сами, друзья, видите А справа челику вообще срубили вышку То есть не просто его продамажили Мы ее нафиг срубили, друзья Это прям на вес золота Ну и сейчас можно будет тогда, я думаю, если он что-нибудь добросит Нашего палача, в принципе, в ход пустить Но, как мы с вами видим, ничего особо-таки он опасного не добрасывает Поэтому мы делаем вот таким вот образом И, в принципе, дефируем это дело без каких-либо там проблем, вопросов и прочего Также, друзья, я думаю, как вариант, можно сейчас перейти в контратаку Посмотреть, что у нас с этого дела получится Уйти, господи, боже мой Посмотреть, что творит Молодой человек, самое что приятное, кстати, наш хок все равно Добегая до Таура и дает свой урон И сейчас, насколько я понимаю, здесь палача будет, ну, просто За глаза, чтобы отдевать его ведьму Поэтому, друзья, именно нашего палача мы с вами и набрасываем Пускай, как говорится, хелпует нам молния Он думает то, что его спасает Но, братишка, расстрою тебя Нет, нифига тебя молния не спасает Потому что ты, конечно, вышку прокоцал Палача-то нашего забрал, но, камон, что ты будешь делать дальше? Потому что дальше тебе и нужно промышлять что-то мега интересное и жесткое Но, как вы сами, ребята, видите Чтобы это самое мега что-то интересное и жесткое ему промутить Нужно, как говорится, больше выдавать урона Больше стараться, а мы с вами этого, ну, не допустим То есть мы сейчас бросим палача Я, друзья, подготовлю, наверное Хотя, не, нафиг, торно, да здесь как бы Палач и так справляется вообще без проблем просто Со всем этим делом Мы тогда, друзья, опять же прокручиваемся по фасту до кабана То есть, как видите, дека еще и довольно фастовая Так как у нас палач выжил до сих пор Мы делаем вот так вот, ребята Стягиваем под вышку его юнитов Благополучно разбираем И мало того, что палач благополучно у него разобрал многих юнитов Которые нам мешали Он еще и немножко прокоцал вышку Это приятно Да, господи, это безусловно очень круто и офигенно Поэтому, друзья, как вы понимаете Эти дела у нас идут просто мега обалденно, офигенно, четко, зашибенно Можем еще сделать, допустим, вот таким образом То есть, ну, как вы понимаете Добрать ему левый таур, хотел сказать я Ну и, в принципе, друзья, как говорится Усю, челик поплыл за свое время, которое у него тут имеется Вышку у нас забрать не успеть Что-то, кстати, я зачем, интересно, выдал палача Надо было отдать ему вышку Ну ладно Что-то как-то протупил малеха Ну, окей, ничего страшного И, как вы, друзья мои, видите Бой мы с вами затаскиваем Что, капец как, не может не радовать Короче, друзья мои Я вам сегодня примерно продемонстрировал Как вот эти вот деки работают Естественно, все будет напрямую зависеть от противника Есть инферно, нет инферно С какой декой играет он Но, чтобы разобрать все случаи И показать именно, как в этих лучах себя вести Мне нужно, наверное, вот все 20 раз На этом испытании сыграть Чтобы попасться разными колодами Против таких же абсолютно разных дек Поэтому, надеюсь, друзья, вы примерно Хотя бы поверхностно Но все же уловили, как этими колодами нужно играть Уловили основные их комбинации И что в целом можно делать Но на этом, я думаю, мы ролик с вами закончим Большое вам, друзья, спасибо за просмотр Желаю вам всем удачи В прохождении этого испытания Ну и до скорых новых встреч Напоминаю, если на ролике наберется Такие 2000 лайков То выйдет вторая часть По похожим декам Естественно, с другой основой Я думаю, что так и получится сделать Как минимум мы с вами разберем Еще одну неплохую колоду с пекой Как минимум мы с вами разберем Еще одну неплохую деку с арбалетом И даже, думаю, что-нибудь вам покажу Воздушное Но это не точно Короче, друзья, зависит от того Наберем ли мы с вами два косаря лайков А на этом все Всем удачи Тащите испытания Пусть у вас все будет гуд Ну и до скорых новых встреч Давайте, друзья Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok